коллеги приветствую на связи корр инвест я дмитрий главный аналитик и мы начинаем новую рубрику технические обзоры основанные на волновом анализе акции различных инструментов которые можно будет использовать вся для торговли для использования все в портфелях но и в качестве дебютного такого выпуска давайте рассмотрим такой весьма популярную у наших российских спекулянтов скорее даже бумагу связано с криптоактивами марафон digital holdings тикеры и мара если посмотреть недельные графики мы вот видим такую картинку у нас как формилась некоторая коррекционная формация здесь на самом деле можно по-разному трактовать что это происходит я считаю что здесь скорее всего такая формация в виде зигзага идет причем вот этот расширенная плоскость но сейчас мы больше наверно посмотрим последнюю последний элемент этой формации как раз пяти волновку который мы видели последние несколько месяцев давайте на дневные графики переключимся переключаясь на дневные графики и вот что мы видим то есть здесь такая достаточно выраженная пяти волновка если сделать ее линиями наверно это будет еще более выражено выглядеть первый импульс коррекция то есть 1 волна 2 3 4 виде плоскости или треугольника и завершающая 5 здесь также мы видим достаточно четко формирование линии поддержек с двух сторон если их будет будем отображать вот таким вот образом мы можем увидеть линию поддержки снизу также достаточно четкая линия сопротивления сверху если прочертить 5 волновку то это будет выглядеть примерно вот таким образом 1 волна зигзаг 2 3 4 плоскость и 5 завершающий то есть по сути мы находимся в районе достаточно сильных уровней сопротивления от которых возможно коррекционное снижение если он начнется от этих отметок мы первым очередь ждем пробития линии поддержки которая у нас формировалась в течение последних нескольких месяцев ее ретест уже снизу и в случае успеха мы можем увидеть достаточно мощное движение уже в продолжении нисходящего импульса предлагаю посмотреть на ценные бумаги лукойла одного из ведущих нефтедобытчиков россии и посмотрим как можно здесь разлиновать волновую структуру движения последних нескольких месяцев сразу скажу что некоторые обзор мы выкладываем гораздо большим количеством их telegram и некоторые из них мы разбираем на youtube поэтому подписывайтесь на telegram там будет больше подобных разборов и так лукойл если сделать разволновку последнего движения я вижу это следующим образом с февраля 23 года мы видим формирование 1 коррекционная 2 3 4 и завершающий импульс 5 волны после этого мы входим в фазу коррекционную которая может формироваться в нескольких вариантах если это будет зигзаг abc и коррекция в район 200 дневный завершается также это может быть боковой плоскостью здесь если мы волна b будет доходить до вершинок пятиволновки или даже заходить немножко за нее это ничего страшно в принципе какое-то запускается и после формирования вот этого всего великолепия мы получим по сути первую волну и коррекционную вторую большой картины которая будет уже на несколько лет вперед если ее продлить то я вижу это следующим образом с первого волна как раз у нас уже завершена вторая сейчас в развитии происходит если какое-то снижение произойдет в район 200 дневный это просто будет идеальная точка для входа и мы будем скорее всего добавлять себе эти акции в портфель после чего мы ждем формирование самой мощной восходящей волны 3 3 они импульсные и самые сильные будет ли это происходить на фоне роста цен на нефть что не исключено или ослабление рубля что также могут формировать импульс восходящий для лукойла заранее сказать тяжело но цели первые это 9 300 даже с лишним то есть это в разы там два раза выше чем текущие отметки после этого четвертая коррекционная волна и завершающая 5 которая может превысить 10 тысяч на отметку рублях следующий инструмент который предлагаю рассмотреть это всем нами любимый доллар рубль пара все естественно пользуются даже те кто не сильно связан с фондовым рынком мы ежедневно следим за этим и ослабление рубля который мы видим гораздо чаще чем его укрепления конечно нас чаще всего печали на что это выражается в росте цен в магазинах так вот давайте посмотрим что он ждет по данной паре в разрезе волнового анализа я сразу обозначил график не свечками линии чтобы было более четко видно формирующейся информации что мы здесь можем увидеть ну первое это линию поддержки которая пока выдерживается достаточно неплохо мы даже сейчас с нескольким ускорением наверх от нее уходим также мы можем увидеть линии сопротивления которая пока еще там пытается сейчас преодолеть немножко на заскочили но по сути в рамках погрешности если там вот этот продлить то принципе ничего страшного нет если мы считаем что здесь у нас был первый импульс это первая волна потом коррекционная плоскость вторая волна то если мы проложим здесь расширение фибоначчи 262 у нас как раз будет выходить на 91 с половиной где мы сейчас торгуемся опять же в случае если вот это предположение кажется верным мы можем увидеть первое второе завершение третьей волны как раз где-то в этом районе чем третью волну тоже легко разложить на 3 на 5 волновку 1 2 3 4 и вот завершающая 5 после этого следует коррекционная волна 4 которая заканчивается чаще всего в районе четверки внутри третьей волны то есть это как раз который мы сейчас показывали в третья волна 4 коррекционная в этом же районе заканчивается 4 волна чаще всего более старшей формации этот район у нас соответствует в районе 80 если более широко его брать то это будет это диапазон от 76 плюс минус до 82 с половиной 76 половиной 82 с половиной это зона хорошая для подбора данного инструмента то есть для покупки доллара против рубля сейчас доллар достаточно относительно дорог да хотя не говорит о том что он не может быть дороже потому что четвертая волна завершается тем что он начинается 5 а 5 преодолевает чаще всего верхушки 3 и целью могут быть выше сотни вот поэтому ищем интересную точку входа подешевле в районе 80 рублей и завершающий импульс в рамках 5 волновки с преодолением кругу отметки 100 рублей за 1 доллар еще один инструмент который предлагаю рассмотреть это американская компания авиаперевозчик american airlines мы публиковали в своем телеграм канале сценарий развития событий в момент когда бумаги подходили к линии средние даже долгосрочного сопротивления в районе 16 с половиной долларов за одну бумагу и в этот момент мы как раз и расчертили два варианта развития событий первый это отскок вниз и ретест этого уровня линию нисходящего тренда с уходом еще более низкие отметки либо пробитие этого тренда нисходящего канала и ретест уже сверху сейчас мы видим по сути подтверждения второго сценария мы пробили уровень 16 с половиной достаточно уверенно закрепились выше и в районе 8 18 как раз там с небольшим торгуемся сейчас можно ждать возврат в район 16 долларов где может сформироваться не интересная точка для краткосрочного входа больше волновых разборов у нас telegram канале подписывайтесь на него следите за нашими публикациями оставляйте свои комментарии подписывайтесь на youtube канал всем хорошего дня и на связи до новых встреч до новых встреч